Прошло несколько месяцев с момента уничтожения первой звезды смерти, и Империя рыскала по всем уголкам галактики в надежде обнаружить флот мятежников. Взяв в плен математика навигатора повстанцев и выпытав в него секретные формулы построения гипермаршрутов, которые использовал флот Альянса, Дарт Вейдер начал действовать, захватывая новых бойцов сопротивления и выбивая из них любую информацию, которая могла бы привести его к обнаружению их постоянно перемещающегося флота. Таков был план. Первая база повстанцев, обнаруженная Темным Лордом и его флотом, подверглась бомбардировке из космоса с целью ослабить ее оборону. Но нанесенный урон оказался слишком сильным, и к тому моменту, когда Вейдер со штурмовиками прибыли туда для захвата пленных, все мятежники были уже мертвы. Темный Лорд был очень разочарован таким развитием событий и сразу же вернулся обратно на Звездный Разрушитель, где имперский командир, ответственный за бомбардировку, был вне себя от радости за проделанную работу. Командор Деммингс! А, Лорд Вейдер, полагаю, осмотр оправдал ваши ожидания? Вы превысили полномочия, Командор. Опять мне нужны пленники. Что ж, прошу прощения, Лорд Вейдер, что перевыполнил план. Орбитальные удары не очень точны, а моя команда предпочитает ошибаться в сторону большего урона. Хватит! Вы можете гордиться своими действиями, но только если они устраивают меня. Мы засекли в секторе еще одну группу повстанцев. Проследите, чтобы я получил их живыми. Да, милорд. В этот раз флот Вейдера наткнулся на корвет Альянса. Прекрасно понимая свою задачу не допустить смерти мятежников, Деммингс дал понять своей команде канониров, что нужно сделать лишь точечный выстрел, который выведет корабль из строя. После чего они смогут притянуть его лучом захвата. Готовы открыть огонь, сэр? Стреляйте, лейтенант, и подготовьте луч захвата. Что? Нет! Командир попытался выяснить причину произошедшего, и ему сообщили, что газ в туманности, в который летел корвет, мог преломить луч, и тот попал в критическую точку корабля. Деммингс надеялся объяснить это темному лорду, но Вейдер не выдержал и начал силой душить офицера. Вы вновь подвели меня, Деммингс. Я... Ах... Ах... Лорд Вейдер, вы сами слышали, какой приказ я отдал. Вокруг стоит туман войны. В буквальном смысле... Вести огонь в таких условиях крайне сложно. Я устал от извинений. Ваша карьера подошла к концу. Так приступай! Я не стану извиняться за свои методы! Моя работа убивать повстанцев! И лучше меня ее не делает никто! Ни... Никакой пощады! Ах... Мятежникам! Я следую! Ах... Примеру! Альтерана! И в этот момент темный лорд вдруг остановился и повернул голову к стрелявшему по корвету канонеру. Как будто он что-то почувствовал. Почему? Почему? Кровожадность... Ценная черта характера. Но она не должна мешать планам Императора. Следуйте за мной. Спустя время Звездный Разрушитель Вейдера смог обнаружить путь к новой базе повстанцев, и снова захват живых пленников был главным приоритетом миссии. Имперский командир подготовил своих канониров к стрельбе по базе, но на этот раз был сделан лишь один выстрел по генератору щита, поскольку Демингс хотел быть уверенным, что перебора здесь точно не будет. Однако, несмотря на эту явную предосторожность, база повстанцев все равно была полностью уничтожена. Канонир, производивший выстрел, предположил, что рядом с генератором был топливный склад или что-то еще, из-за чего и произошли такие масштабные разрушения. Затем на экране появилось изображение уничтоженной базы, причем это случилось уже в третий раз. Вейдер и Демингс находились за спиной стрелявшего канонира и не могли видеть его самодовольное лицо и то, как он с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. Игра подошла к концу. Лейтенант Гэрил Докс. Пять лет на службе Империи. Канонир Репрессалии и уроженец Альдераана. Вы хорошо скрываете эмоции, Докс, но я вижу все, что спрятано. После уничтожения Альдераана вы прониклись идеями восстания и стали ждать. А когда прибыл я, вы решили нанести удар. Увеличить огневую мощь и не оставить выживших, тем самым поразив две цели. Защитить флот мятежников и устранить самого жестокого, эффективного и хорошо известного вам слугу Императора, командора Демингса. Ну что ж, я не стыжусь своих поступков. С каждым днем флот Альянса становится сильнее. Его нужно защитить любой ценой. Жизни погибших стоят того. Делай что хочешь. Я ко всему готов с тех пор, как ты уничтожил мой дом. Ваш дом. Знали ли вы, Гэрил Докс, что избежавшие гибели Альдераанцы основали новую колонию? Место, которое, как они считали, скрыто от Империи. Может, однажды и вы бы там побывали? Если бы только что не уничтожили его. Что? Там, Нисан? Нет! Невозможно! Мы знали, где разместились беженцы и решили разобраться с ними, пока они не примкнули к мятежникам. А когда поняли, что именно вы убираете наших жертв, то выбрали особую мишень. И теперь вы поразили две моих цели. Избавили наш флот от Изменника, а Империю от проблем с колонией Альдераана навсегда. Нет! Это стоит жить! Убейте меня! Не думаю. Вы хорошо послужили своему Императору и продолжите служить в каторжном лагере. Какая жалость! Ради мести вы убили своих же союзников. Тех, кого даже не знали. Из вас мог бы выйти образцовый офицер. Таким образом, Темный Лорд сполна отомстил канониру, который посмел насмехаться над ним и всей командой репрессалии. После этого Вейдер продолжил поиски мятежников, но уже без повстанческого тролля на борту, саботирующего каждый его шаг. Понравилась история? Тогда поддержите нас, просто нажав кнопку палец вверх. Это действительно помогает каналу расти. Ну и конечно же, подписывайтесь на канал, оставляйте нам свои комментарии. Мы их с удовольствием читаем. Спасибо вам за просмотр, увидимся в следующем видео. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok